всем здрасте чё пробуем записывать на новую камеру игорюха блин ты меня прям это зарядил реально подарком своим зарядил чё покажу как получается то есть вот как то так я сейчас весь вечер настраивал ну явно еще до конца не настроил но все же хотел попробовать как будет вот тут мастерской дела продвигаются кто мне алексей спрашивал александр не помню александр по-моему да не спрашивал потому что я сейчас делаю то есть производится ли вообще эти бритвы которые показывал в предыдущем видео до производится как производится то есть веночки готовить лежат я под них чуть не уронил под них вот такую вот оправку то есть ну шаблон то есть состряпал и вот такие вот оправы это две оправы будут из ореха американского прям так называется американский орех легонькие такие прочные все нормально две оправы и все попарно так вот у меня две оправы будут из кости натурель кость натурель и две оправы из g10 это спрашивал не помню вроде бы неплохо было бы если бы были бы из g10 ну прочная практичная легкая легкая . все идеально вот у кости принципе есть какие минусы она может слегка гульнуть но это только в первый там день два и то есть там какая-то сырость там сухость вот все это вместе там как-то все это как бы попадание влаги там прочее там или пересушка излишне ладно какой второй минус допустим там если подтягивать то надо очень аккуратно кости если слегка перетянули то есть там прям туго сделали клинок она даст трещину от отверстия пусть там создастся напряг и то есть до свидос и третье что она такая все таки принципе имеет вес но небольшой а уж тем более для таких клиночков тяжелых вес настолько незначительный что даже не прочувствуете вот так вот дальше что у меня есть из новостей из новостей у меня есть такая вот новость то есть и клиночки ответь как сейчас шлифовка вот зеркали но с каким-то цапочками раздобылась сегодня опять америкоски кстати инструмент который поможет мне не зализывая не заполировая лезвий производить более тонкую шлифовку но я еще не испытывал я его не спробовал то есть только вот обещание красивые слова там все дела то есть как бы но в общем не знаю надо пробовать я пока сам не попробую я вам ничего не скажу потому что это все бестолковка говорить просто пустую вот видите наверно какая она сейчас принципе все неплохо все здорово тут еще отблески здорово царапки проявляют все так в живую то есть когда вы просто держите в руках без каких там бликов там и прочих прочих делов то есть все хорошо все здорово намного интереснее многих там вообще вариантов моих не моих там без разницы у меня тоже есть варианты и более серые более не то есть менее шлифованные но вот хочу вывести это на высший уровень если минус это дороговизна инструмента потому что производили круги под меня то есть нуля как я им заказывал говорил что что мне нужно что я не хочу что я в итоге должен получить и вот так вот они согласились то есть сделать то есть то что я хочу а не то что там у них примеру там уже есть или там что-то ранее делалось то есть там под бритвы они вообще ничего не делали вообще ничего у них нет инструмента такого поэтому пришлось заказывать с нуля ну что ж сегодня больше ничего такого не покажу нового да была не мысля конечно сделать вот таких вот там вариантов примеру там веселых акрилов композитных этих вот но меня что-то вот именно с такими модельками тянет больше как-то классическим формам классическим материалом поэтому ну да g10 не совсем классическая но она хотя бы выглядит классически а вот орех американские вот кость натуральная белая вот это да это уже как-то все такое ближе классики поэтому вот так вот решил почему по 2 не знаю сам может просто поленился еще больше ассортимент сделать оправа может не знаю вот еще подумаю кстати стоит ли мне на них сделать и инкрустацию серебром единственный минус инкрустации это страх того что древесина может лопнуть и придется все с нуля зафигачивать поэтому я еще крепко задумываюсь стоит ли мне это делать или нет ну а так в принципе все показал уж извиняйте меня что я вас тут дергаю какие-то видео показываю то есть нет уже готового там продукты и то есть заточенного обзор мои такие промежуточные видео я думаю что просто наверно многих раздражают даже поэтому извиняйте и до новых встреч как говорится покажу все уже в готовом полностью заточенном состоянии вот так вот до свидания